Генеральный партнер программы Главной новости Болховский завод полупроводниковых приборов. Здравствуйте! В эфире Главной новости. В студии я Ростислав Белык. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Обратимся в Государственную Думу и вот именно с этим предложением об изменении ставки по ипотечным корректированиям. Доступное образование, решение проблемы, переполненной 50-й школы на контроле у губернатора Вадима Потомского. Помимо нового оборудования, которое мы туда ставим, электроники, будет заменено покрытием. Обновление для будущих рекордов, реконструкция легкоатлетического манежа вышла на финишную прямую. Эта группа является легендой русского рока. Музыка сквозь поколения. Группа ДДТ представила новую концертную программу на суд Орловского слушателя. По ту сторону голубого экрана. Работники телевидения принимают поздравления с профессиональным днем. Наболевшую проблему микрорайона на Угорске необходимо решать в ближайшее время. В понедельник на заседании правительства сказал губернатор Вадим Потомский. Речь идет о дефиците мест в школе номер 50. Среди тем прошедшего совещания также развитие отрасли молочного животноводства. Наталья Пехтерева, далее. Крупнейшее деловое событие мирового зернового рынка. Так делегаты назвали второй всемирный зерновой форум. Среди главных задач выработка стратегии развития отрасли до 2030 года. В мероприятии международного уровня приняла участие делегация Орловской области во главе с губернатором Вадимом Потомским. Часть форума была посвящена решению наших внутренних вопросов развития агропромышленного комплекса Российской Федерации. В форуме принял участие Дмитрий Анатольевич Медведев, Дворкович, практически все руководители отраслевых союзов, министерства и так далее. В рамках этих совещаний обсуждались новации в механизмах господдержки на следующий год. Была возможность сформулировать проблемы и замечания с уровня регионов. Кстати, по сбору зерновых у Орловщины 15 место по стране и 5 по ЦФО. Уже на заседании правительства Дмитрий Бутусов рассказал о не менее важном направлении для АПК региона. Впервые за последние годы молочное скотоводство вышло из числа проблемных сфер. Мало того, есть положительные результаты. Планировалось создать, модернизировать и реконструировать одну тысячу скотомест. Фактически 17 участников программы создали на сегодняшний день по итогу года 1112 уже скотомест. Это Зава Славянская, племенной завод имени Георгиевского, Орел Лагопродукт, Куракинская, Свердловского района, СПК Заря, Колтнянского, СПК Синькова, Глазуновского, СПК имени Кирова, Малоархангельского района и ряд других предприятий провели в текущем году строительство и модернизацию объектов по производству молока. Сфера стала привлекательной для инвесторов. Напомним, в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень» было подписано соглашение о строительстве новых производств. На территории Орловской области я чувствую очень комфортно. Я чувствую со всех сторон поддержку руководства области, в частности от губернатора Вадима Владимировича, от Дмитрия Владимировича интенсивная помощь в строительстве животноводского комплекса молочного направления на 1200 голов комбикормового завода. А эта тема актуальна для всех регионов страны. Речь идет о жилье для молодых семей. Губернатор Вадим Потомский говорит о необходимости решать вопрос с привлечением федерального центра. Давайте от нашего областного совета совместно с правительством обратимся в Государственную думу. И вот именно с этим предложением об изменении ставки по ипотечным кредитованиям, чтобы она была более доступной, ну хотя бы уйти в процессы 3-5 процентов. Я думаю, тогда совсем ситуация будет другая, совсем будет другая. Сразу у нас сегодня с вами только у компании «Орелстрой» 200 тысячи квартир, которые свободно находятся на рынке, и объемы продажи падают у всех строительных компаний. Новые микрорайоны должны быть обеспечены необходимой социальной инфраструктурой, школами, детсадами, поликлиниками. Казалось бы, прописная истина, однако с воплощением в жизнь. Проблемы. Один из примеров – микрорайон на Угорске. Школа номер 50 переполнена. В свое время, когда давали разрешение на строительство многоквартирных жилых домов, никто не задумывался о том, куда пойдут дети в школу. А это вот, а ряды все дома новые, там очень хорошие, компания «Орелстрой», но никто не заложил в этом микрорайоне необходимое количество детских мест. Что в школах, что в детских. Да, детский сад там есть, но школа, мы, и сейчас говорю, у нас, мы подходим к тому, что там третья смена. Третья смена. И надо что-то, что-то надо делать. И что-то думать на 17-й год, как минимум, проектно-сметную документацию, ее покупать, заказывать. Я расписал и Бударину, и Мишанову, чтобы выходили с этими предложениями. И бюджет надо будет закладывать нам на 17-й год, как минимум, проектно-сметную документацию на расширение этой школы, 50-й, в два раза. Те, кто ежедневно рассказывает и показывает, проблемы достижения региона оказались на этом совещании в центре внимания. Губернатор Вадим Потомский поздравил с профессиональным праздником работников телевидения. Пожелайте им счастья, здоровья и как можно больше объективности. Наталья Пехстерева, Эдуард Чернаускас, Телеканал, Первый областной. 21 ноября, Всемирный день телевидения. Сотрудники телеканала Первый областной получили поздравления и награды от представителей региональной власти. Среди награжденных Департаментом внутренней политики и местного самоуправления Орловской области телеоператор Эдуард Чернаускас и монтажер телепрограмм Николай Ветров. Работа на телевидении очень интересна. На телевидении я работаю почти пять лет и ни разу в этом не разочаровался. Творческих побед и успехов пожелали коллективу Первого областного, исполняющей обязанности руководители Департамента внутренней политики Ирина Проваленкова и Сергей Тюрин, начальник управления пресс-службы. Елена Федоровна, Вы как руководитель областного телевизорного телевизорного канала являетесь тем ядром, тем локомотивом, который движет наше сегодня Орловское телевидение вперед. Поэтому от лица администрации Орловской области мы поздравляем вас с Международным днем телевидения, вас, всю вашу команду. Для меня вот этот месяц, этот день тоже знаменит. Хотя я никогда не праздновал Международный день телевидения, а всегда праздновал 13 января день СМИ. Но 25 лет назад я пришел на телевидение. 25 лет назад. И, наверное, самые счастливые дни в моей жизни – это дни, связанные с работой на телевидении. А вам хочу пожелать получать от работы удовольствие, кураж, драйв, как угодно назовите. Только тогда у вас все будет замечательно. Телевидение – это такая профессия, из которой уйти невозможно. Если ты однажды сюда попадаешь, ты становишься болен навсегда. Всегда переживаешь, всегда смотришь, всегда следишь за событиями, и всегда болеешь этим делом, и иначе здесь жить нельзя. Поздравить коллектив нашей телекомпании пришли представители законодательной власти во главе с заместителем председателя облсовета Ларисой Удаловой. По поручению председателя областного совета Леонида Семеновича Мазалевского разрешите вас поблагодарить за ваш труд, вручить вам вот эту благодарность, такую сладкую, праздничную. Пожелать самое главное – это, конечно, творческих успехов. Спасибо вам за совместную нашу работу, за освещение нашей деятельности. К празднованию Всемирного дня телевидения мы еще вернемся, а пока продолжим выпуск. Сессия Орловского областного совета народных депутатов назначена на 25 ноября. Народным избранникам предстоит рассмотреть 34 вопроса. Повестку утвердили на заседании президиума. Депутаты примут поправки в проекте закона Орловской области об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. Увеличение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, городских округов в сумме 20 миллионов рублей. Поправка принята. Следующая принята поправка – это увеличение средств на централизованную закупку учебников для общеобразовательных школ. Также парламентарии рассмотрят вопросы о внесении изменений в законы Орловской области, о налоге на имущество организации, о понижении налоговой ставки на прибыль организаций, о реестре государственной собственности и другие. Церемония передачи здания автодорожного техникума представителям еврейской общины состоялась в первый день рабочей недели. Торжественная церемония проходила на улице Советская, 16. Здание бывшей синагоги было возведено в начале прошлого века на средства общины. В 20-е годы оно уже не использовалось как синагога. Потом назначение здания менялось. Здесь размещались пожарная часть, аэроклуб, фабрично-заводское училище, автодорожный техникум. Накануне губернатор Вадим Потомский и представители руководства еврейских общин и организаций подписали соглашение в администрации региона о передаче здания. АПЛОДИСМЕНТЫ Я вас сюда поздравляю. Случилось столько, чем ушли, почти 100 лет. Ну, лучше мы это сделаем, чем кто-то другой. Это нам, да, Боже, что именно нам эта честь предоставлена, именно это историческое событие сегодня. И я надеюсь, что это навечно, навека, навсегда будет у великого еврейского народа, который делает все на Орловщине, да и в Российской Федерации, для того, чтобы прославлять нашу великую землю, друг другу помогать, дружить и показывать образцы своего поведения, как нужно себя вести, как нужно работать и как нужно поддерживать, помогать друг другу. Событие, которое происходит сегодня, оно, на мой взгляд, является чрезвычайно важным, еще и потому, что синагога, задание синагоги, которое нам сегодня, вами, передано, в нем были учащиеся, в нем было учебное заведение, было много различных трудностей. И то, каким образом, благодаря губернатору правительства области, насколько деликатно и красиво, я бы сказал, эта ситуация была разрешена, на мой взгляд, должно являться примером для других регионов, где происходят похожие процессы. Вопрос с местом учебы студентов техникума решен. Были сложности, потому что в этом здании учились дети, мы построили новый корпус, так скажу, что просто более современный, комфортабельный для них, никаких нарушений здесь нет. Дети там довольны, преподаватели, которые их там передают свои знания, тоже ни на что не жалуются. Губернатор Вадим Потомский и представители еврейской общины назвали сегодняшнее событие историческим. Если мы говорим о том, что мы добиваемся правды в истории, если мы говорим о том, что нужно историю, говорить о правильной истории, о честной истории, об истинной истории, то исторически это здание прижит еврейскому народу, еврейской общине. Поэтому оно и должно быть им передано и отдано в эксплуатацию, для того, чтобы там это будет их храм, куда они будут приходить, молиться, заниматься духовным воспитанием, в том числе подрастающие поколения, те, которые исповедуют их веру. Поэтому я считаю это абсолютно правильно. Дата его рождения – 1992 год. Специализация – легкая атлетика. В возрасте 25 лет меняет свое лицо. Он – это Орловский легкоатлетический манеж. Сейчас заканчивается его реконструкция, после которой Орловский манеж обещает стать одним из самых технически оснащенных спортсооружений в стране. Олег Рудаков с подробностями. За эти годы он капитально не ремонтировался, лишь косметически. Глобальная реконструкция обещала начаться еще в 2014 году, но обещать не значит жениться. И только в конце 2016-го апгрейдом занялись как внутри, так и снаружи. Манеж уже был 20-летний и устарели некоторые нормы. Сейчас все нормы приводятся в соответствие. То есть электроника, все у нас будет современная, соответствующая норма. Теперь спортивная зона манежа будет отгорожена отзрительской, противопожарными и противоударными витринами. Новая система кондиционирования и вентиляции позволит поддерживать микроклимат как во всем зале, так и в отдельных помещениях. Электронная начинка, которую здесь установят, аналогично той, которая используется на соревнованиях мирового уровня. Помимо нового оборудования, которое мы туда ставим, электроники, будет заменено покрытие. Поверх этого бетонного покрытия на клей сажаются маты. Мат 12 миллиметров. А в местах отталкивания, то есть усиленное покрытие, там мат в два раза толще будет. А финальное покрытие что? А финальное покрытие, там специальное из Германии, заливка, которая будет все это скреплять и выдерживать любые нагрузки. Большое внимание в обновленном манеже уделят медицинскому сопровождению студентов и спортсменов. В восьми кабинетах разместится современное диагностическое и реабилитационное оборудование, аналогов в Орле не имеющее. Приобретется аппарат УЗИ экспертного класса, затем оборудование для спортсменов, которые занимаются боевыми искусствами, то есть это стабилоплатформа, рево-энцеллограф. Будет открыт кабинет функциональной диагностики, будет открыт вновь процедурный кабинет. Мы вплотную займемся реабилитацией спортсменов. Не забыли здесь и об учебном процессе. Студентов здесь немного, всего 25 человек, но кабинеты были далеки от совершенства, теперь же все должно измениться. У нас теперь будут специализированные кабинеты, и кабинеты информатики, физики, химии, то есть все стараемся на современном уровне поддержать. Цена вопроса ни много ни мало, а почти 140 миллионов консолидированных рублей. Сроки сдачи объекта – декабрь этого года. После такой глобальной перезагрузки Манеж сможет принимать соревнования высокого уровня, вплоть до первенства Европы. Олег Рудаков, Владимир Ноздрачев, телеканал «Первый областной». За минувшие выходные на территории области произошло 92 ДТП. В десяти из них пострадали люди. Не обошлось без жертв. В результате двух аварий погибли пешеходы. Одно из происшествий с летальным исходом произошло в Орловском районе, недалеко от плодово-ягодной станции. Водитель 84-го года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигался со стороны города Орла в направлении города Болхова. И на 204-м километре автодороги Калуга-Орел допустил наезд на пешехода, мужчину 49-го года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. По словам водителя, пешеход на трассе появился внезапно. Ситуацию сугубила плохая освещенность этого участка дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП. По данному факту ведется следствие. Всемирный день памяти жертв ДТП отметили в России. Этот день, 3 воскресенья ноября, был установлен в соответствии с резолюцией Генассамблеи ООН. В этом году он пришелся на 20 ноября. На площади имени Карла Маркса сотрудники ГИБДД вместе с кадетами и юидовцами провели митинг в память о погибших. Юные помощники дорожных полицейских раздавали прохожим памятки о важности соблюдения ПДД. Взрослые же инспекторы информировали водителей автотранспорта. К сожалению, появились новые деревья на аллее памяти жертв ДТП. Каждый год мы высаживаем на аллее памяти деревья по количеству погибших детей за год. В этом году таких деревьев на аллее памяти будет 3. Но все сотрудники госавтоинспекции, скорбя в этот день, прилагают все усилия, чтобы с каждым годом этих деревьев становилось все меньше. Полицейские Орла и Курска провели совместные мероприятия и в Железногорске. Стражи дорожного порядка проехали объединенной колонной по улицам города. Юные помощники полицейских раздавали прохожим памятки безопасности и светоотражающие браслеты. На центральной площади Железногорска ими в небо были запущены воздушные шары с бумажными белыми голубями. Итогом акции стало создание юидовцами книги памяти. В деревне Трудки и Покровского района перезахоронили останки советских воинов, найденных в ходе вахты памяти 2016. Удалось ли поисковикам узнать именно павших солдат, расскажет наш корреспондент Алина Лагутина. Всем, кто ушел в бессмертие, посвящается. У каждого есть памятные даты, у них радость и печаль отражены. А мне все вспоминаются солдаты, солдаты, не пришедшие с войны. Война не закончится, пока не будет похоронен последний солдат. Это значит никогда? Поисковики уверены, все в наших силах. Ежегодно орловские волонтеры поднимают из недр земли сотни солдат. Некоторые из них обретают свои имена. Эти 15 героев, освобождавшие зимой 41-42 деревню Трудки, к сожалению, пока остаются безымянными. Но есть надежда. Была найдена именная вещь, установлена пока на сегодняшний день одна фамилия бойца Тихов. Ведутся работы с архивными документами по установлению полных данных солдата. Если удастся их установить, есть вероятность того, что мы сможем назвать поименно опять-таки всех его товарищей. Покровский район – место богатое на мемориальные объекты. Поисковый отряд «Огненная дуга» приезжает сюда на раскопки практически каждый год. В братской могиле покоится уже более тысячи солдат. Руководство района старается всячески помогать в поисках, а мемориалы сохранять в надлежащем виде и чистоте. Ежегодно мы делаем капитальный ремонт братской захоронения, есть районные программы и участвуем в областных программах. Плюс мы стараемся и открывать памятные знаки дополнительно на территорию района. И в последние годы у нас ряд памятных знаков приуроченных к событиям Великой Отечественной были открыты. Придали земли солдат по всем традициям. Церковную панихиду провел отец Иоанн. Алина Логутина, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Вокруг света за 45 минут орловчане приняли участие во втором всероссийском географическом диктанте. В этом году в Орловской области было определено 5 региональных площадок для выполнения заданий под диктовку. Среди желающих, которые решили оценить уровень своей грамотности, была и моя коллега Наталья Чунина. Ровно в полдень более 500 орловчан, вооружившись только ручками, получили бланки с вопросами и начали отвечать. Назовите российский центр керамики знаменитой белокобальтовой посуды или, как называются, облака вертикального развития, с которыми связаны ливневые осадки и грозы. Вопросы в этом диктанте самые разные. От элементарных до сложных. Темой второго всероссийского географического диктанта является «Моя страна Россия». Участникам необходимо ответить на 30 вопросов. На все про все нам дается 45 минут. Задание можно условно разделить на три блока. Участникам необходимо вспомнить географические понятия и термины, часовые пояса, а также определить географические объекты, о которых писали классики. «Сегодняшний диктант, он тоже ставит перед собой цель определить те слабые звенья в географическом образовании российских граждан и для того, чтобы потом внести определенные коллективы в этот концерт». Отвечая на вопросы, вспоминаются уроки географии. В городе Воркута можно увидеть солнце в полночь. Один из старейших городов России, основанный на реке Волги в 11 веке, Ярославль. Зоопарты, бок о бок, люди разных возрастов и профессий. «Знаете, география – это моя жизнь. Я просто ее обожаю». «Это познавательный. Географию своей страны знать надо». «Очень весело посмотреть, сколько здесь народу собралось сегодня и как бы проверить свои знания и силы». «Это мой любимый предмет, и я хочу узнать о своей стране больше». Помимо основных площадок в этом году можно проверить свои знания в области географии и в режиме онлайн до 23 ноября. «Результаты написания диктанта, ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте Русского географического общества. Наталья Чунина, Владимир Раздрачев, телеканал «Первый областной». На их творчестве выросли не только рожденные в СССР, но и после. Легендарная рок-группа ДДТ выступила на Орловской сцене с новой программой «История звука». Зрители смогли услышать песни из разных альбомов коллектива с момента основания до наших дней. После предыдущей встречи прошло три года. Фанаты задолго до концерта в предвкушении новых эмоций. Уже за пять минут до начала в зале практически нет свободных мест. Он вышел на сцену ровно в 19.00, ни минуту не задержавшись. Так как чувствовал дыхание публики. Воспоминания о пережитых годах в мерцании света и какофонии ударных таким предстало перед фанатами аудиовизуальное шоу группы ДДТ. Его можно назвать исповедью, итогом продолжительной карьеры и итогом тесных взаимоотношений с любителями рок-н-ролла. Зал подхватывал любую песню, начиная с далеких 80-х. Плюс один, ноль, плюс два, почернела зима, рассветает январь, язвай небо. Концерт режиссерский был разбит на части. В них становление и развитие коллектива. 80-е, 90-е и 2000-е. Подготовка достаточно сложная, как всегда. Необходимо было выбрать песни. Это большая задача, потому что песен сотни, на два с половиной часа концерта. Выбирали именно песни, которые наиболее, на наш взгляд, адекватны тем или иным временам. Юрий Шевчук предложил своим зрителям вспомнить не только песни, но и историю страны. Основными темами творчества по-прежнему остаются вечные ценности. Именно они, по мнению Юрия Шевчука, способны объединить общество. Любовь, мирное настроение, уважение к соседям, любовь, добро, дружественная политика ко всему миру. Вот это нас спасет. Десятки песен вживую, общение со зрителем. В заключительной части концерта голос легенды русского рока был сорван, но это не остановило Юрия Шевчука выйти на бис и исполнить любимые композиции от ловчан. Мы проделали путь 400 километров, приехать сюда в Орел на любимую группу ДДТ, потому что мы ее любим, и мы уважаем его фронтмена, Юрия Шевчука, его позицию. ДДТ мне нравятся все их песни, эта группа является легендой русского рока. Группу ДДТ я люблю за интересные составляющие степлов. Мне очень нравится смысл текстных песен, особенно последний альбом, который я слышала иначе, произвел у меня очень большое впечатление. Мы на ДДТ приехали к вам в Орел, сегодня из Железногорска, потому что это наше детство. Виктория Юркова, Наталья Чунина, Владимир Ноздрачев. Телеканал Первый областной. А сейчас вернемся ко Всемирному дню телевидения. Учредив этот праздник, в 1998 году ООН призвала журналистов освещать вопросы безопасности, экономического и социального развития, культурного обмена. Первый областной ежедневно уделяет особое внимание этим проблемам. Наши сотрудники и коллеги по творческому цеху заслуженно принимают поздравления. Хотел бы искренне поздравить всех работников телевидения, всех телезрителей с Международным Днем Телевидения. Сегодня невозможно представить себе нашу жизнь без этого удивительного сокращения расстояний, когда можно заглянуть в любую точку планеты, и сегодняшний телевидение для кого-то источник информации, для кого-то и собеседник даже. Поэтому всех нас поздравляю с Днем Телевидения. Уверен, что наше телевидение будет только лучше, интереснее и технически более совершеннее. Уважаемые друзья, поздравляю вас со Всемирным Днем Телевидения. Я адресую слова поздравления людям по обе стороны экрана, поскольку телевидение давно и прочно вошло в каждый дом. Мы, зрители, понимаем, насколько ответственна и сложна работа на телевидении, поскольку приходится держать экзамен на профессионализм перед многомиллионной аудиторией. От всей души желаю каждому из тех, кто готовит для нас интересные и полезные программы, успехов, удачи, хорошего настроения, которым бы они делились со своими зрителями. Хочу поздравить Первый областной канал с праздником, чтобы всегда он показывал пройдевые, интересные программы, и мы всегда будем с удовольствием смотреть его. Я поздравляю всех работников телевидения области с праздником, с Днем образования телевидения в Орловской области. Конечно же, для меня немаловажную роль играет Первый областной канал. Я думаю, что большинство телезрителей его смотрят, любят и уважают. Всем сотрудникам Первого областного канала поздравления. И в целом, всем телевизионщикам области. Добра, здоровья, удачи, успехов вам и плодотворного совместного сотрудничества. Уважаемые сотрудники Первого областного канала, я вас поздравляю с вашим профессиональным праздником. Желаю вам высоких рейтингов, объективных репортажей, успехов в вашей трудовой деятельности. Мы очень давно с вами сотрудничаем, и надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться еще не один год. Всем успехов, здоровья и всего самого хорошего. Поздравляю Первый областной канал с их профессиональным праздником и желаю им еще больше профессионализма, ну и больше радости в жизни. Весь цех, который сегодня работает в сфере телевидения, я вас поздравляю с профессиональным праздником. И, безусловно, сегодня телевидение, это, наверное, важнейшая составляющая жизни любого человека. и о том, что происходит в этом мире и в своем городе, и в своем поселке, и за рубежом, мы узнаем из телевидения, и от телевизионщиков. И то, насколько сегодня профессионально и объективно освещаются эти новости, зависит, в общем-то, наше представление от происходящего в мире. Я хочу, пользуясь случаем сегодня вот в вашем лице, поздравить всех представителей прессы. Это те люди, которые всегда с властью, которые освещают те направления, которые необходимы. Конечно же, не без критики, и это тоже нужно. Поправляют там, где мы неправы, или там, где мы каким-то образом не дошли до тех нужд людей, которые требуются. Самое главное это верность профессии, самое главное, чтобы было доверие с телезрителями, чтобы он понимал, не нужно навязывать ему точку зрения. Человек сам должен разобраться, и это, видимо, главное предназначение. А еще я хочу пожелать нашим коллегам профессионального роста, никогда не останавливаться, быть очень щепетильным в репортерской, журналистской работе, и пусть всегда сопутствует удача. Она в нашей профессии, в нашем ремесле очень важна всегда. Желаю ему, ну, скажем так, долгих лет процветания, делать такие же интересные передачи, чтобы нам было приятно, интересно их смотреть. Я хочу поздравить всех работников телевидения, своих коллег из других телеканалов, пожелать им доброго здоровья, творческих успехов. Поздравляю вас с Днем телевидения, всем удачи, успехов, всего хорошего. Ну, хотелось бы поздравить наших телезрителей с нашим профессиональным праздником, а телезрителям смотреть самые интересные программы на больших экранах. С праздником вас, творческих вам успехов, благодарных телезрителей, чтобы вы получали от них только благодарность, хорошие отзывы о вашей работе, ну и личного, семейного счастья вам. От имени своего коллектива, от имени работников культуры, я с большим удовольствием поздравляю ваш креативный, молодой, задорный коллектив. Хочу пожелать крепкого здоровья всем, конечно же, счастья, потому что, ну, без счастья человеческого что-то уж можно сделать, и, конечно же, большого вдохновения. Хочу пожелать, чтобы вы совершенствовали своей работе, чтобы у вас и в ваших семьях было здоровье и благополучие, чтобы та информация, которую вы преподносите, всегда была только позитивная, и чтобы те обстоятельства, которые способствуют по принесению этой информации, складывались таким образом, чтобы улучшали жизнь наших горожан. Какая она, телевизионная кухня? Сегодня постараемся ответить на этот вопрос. Наши герои те, на чьих плечах вся техническая сторона телевидения. Наталья Пехтерева продолжит. В мире телевидения множество профессий, журналист лишь одна из них. Сегодня наши герои повелители эфира и гуру монтажа. Как говорится, знай наших! Поехали! Это сердце телеканала Первой областной, студия и аппаратная. А чьи-то вы здесь делаете? А? Именно отсюда выходят в эфир программы и проекты. Здравствуйте! О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Это губерния, итоги недели. Я Сергей Сергеев. В нашей студии Вадим Владимирович Потомский, губернатор и председатель правительства Орловской области. Здравствуйте, Вадим Владимирович. Добрый день. С вами Катерина Ясная. В Анценске столбики термометра покажут днем минус один, плюс один. Пасмурно, небольшой снег. В студии был Ростислав Белык. Всего хорошего! Берегитесь предательства и не предавайте сами. Увидимся! Мониторы, режиссерский пульт, техника, аппаратура, декорации, все важные атрибуты телевидения можно перечислять долго. Это мир бойцов невидимого фронта. Раз, два, три. Осветители зажгли. Па-на-три. Это от них зависит большая часть успеха нашего телеканала. Мы, между прочим, с вас пример берем. Учимся у вас. Чему? Принципиальность, смелость, находчивость. Вот-вот. Ну что, котики, готовы? Шаг вправо еще сделай. Мне кажется, она чуть-чуть постороннее будет меня. Так, поцентрее, поцентрее. Никита Сильверсов, главный инженер первого областного «Наш универсальный солдат». Минутная готовность. Мы готовы. Если что, он знает и умеет практически все. У нас штат не такой большой и иногда приходится замечать и звук режиссера, и инженера эфира, и любого другого сотрудника, потому что, технического, потому что, ну, вот такая работа у нас. Плоды работы нашей технической службы могли оценить не только орловчане. Вся страна. Трансляции праздников, прямые эфиры на всю Россию этот год запомнился особо. Нерядовое, скажем так, событие для Орловской области «Приезд Патриарха» была поставлена в довольно сжатые сроки. Такая интересная задача реализовать осуществление прямого эфира на наш телеканал. Внезапно появился еще один федеральный телеканал, который тоже запросил картинку в прямом эфире. В процессе реализации этих задач возникли еще задачи организации трансляционной экраны, которые появились на улице. Потом баз, старая смена и все такое. Была тяжелая ночь подготовки, много приходилось решений принимать на ходу без особых размышлений. Ну, как бы, за счет того, что мы команда и все помогали, все занимались своим делом, к утру уже никаких проблем не осталось и мы все, в общем-то, сделали достойно. Самое время продолжить знакомство. Самое главное у нас инженер эфира, который делает невидимую для всех работу, он собирает всю сетку. На самом деле сетка составляется не так просто, как вот кажется на первый взгляд. Это не только новости и там несколько, там, 3-4 программы. Это сетка от нуля часов до нуля часов. Моя работа, например, вот, как видите, тут нет ни изображения, только много-много строчек и цифрок. И все. Каково быть самым главным человеком? Это преувеличение. Я всего лишь один из многих. Как видите, у нас тут не очень много людей, поэтому каждый занимает свою работу и каждый незаменим по-своему. А еще Денис лучший советчик наших редакторов. Денис, у меня тут есть некоторые сомнения. Ходячий энциклопедик, не можно обратиться по любому вопросу, а я хотел бы предложить Денису пойти работать там на филологический факультет. Студенты будут очень довольны. Слышишь ты меня? Слышит всех роман. Звукорежиссер открыл для себя телемир в этом году. Я получаю бесценный опыт периодически, потому что возникают всякие ситуации, когда приходится принимать, быстро принимать решения. Технические, например. Ну, в целом это полезно. Ну, например. Один раз я забыл взять на выезд наушники, вот, и пришлось работать по приборам. В результате звук, который получился, был прекрасным. Еще вы, с его-то талантом. Он музыкант, барабанщик, известный в Орле и за границей региона группы Лоскар Ходилась. Слышали? Инополнечане давно среди нас. Некоторые даже платят за свет и за газ. Они мусор выносят и жарят омлет. Они живут здесь больше двух тысяч лет. Кто сказал, что чудес не бывает? Тот, кто не знаком с нашим системным администратором Денисом. Наш системный администратор, он просто гений. Если не работает флешка с компьютером, что-то, или телефон не фурочит. Ну, за всем этим мы идем именно к нему. Если Дениса позвать, то, конечно, все эти проблемы он одним взглядом решает. Просто магия. Ты волшебник? Да, компьютерный волшебник. А вот и секретное оружие. Специальный магический бубль помогает в работе с пользователями компьютеров. Красно! Какие качества тебя радуют в ребятах? Ну, в первую очередь, юмор. Без юмора, потому что никак, даже когда появляется проблема какая-то, ну, иногда выход это отшутиться. Ну, и в принципе, это разряжает обстановку. Поэтому юмор это первое очередное качество. Даже одним словом мы обозначим это. Магическим образом текст-корреспондент и видеоряд складываются в телесюжет. Чтобы все прошло успешно, к инженерам монтажа нужен особый подход. А что если... Не стоит. Ясно. Тогда, может быть, нужно... Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы... Вот это попробуйте. Тут одними угощениями не обойдешься. Приходить нужно с монтажным листом, вовремя, очень важно, с отсмотренным видео, ну и с желанием сделать хороший материал. В этом журналистам помогает наша великолепная пятерка. Это операторы. Те, чьими глазами мы ведем мир. Уговорить на интервью очень сложно. Сегодня, кажется, получилось. У каждого есть какая-то своя мечта. И вот моя мечта была именно работать на телевидении. Я не просто люблю работу, я, наверное, живу работой. И наш коллектив это просто что-то... Вообще... Это то, чего, наверное, желает и хочет каждый человек на свете. Талантливый, харизматичный и очень неуловимый. Застать всех вместе очень сложно. Боб, тяжелая у тебя работа? Ну, нелегкая, я бы сказал. А сколько вот каждый день килограммов носить приходится? В зависимости от съемки, то есть степени выездной программы, то килограмм так под 50, под 40, если свет берет. Если обычная репортажная съемка, то килограмм 15. Для того, чтобы хватало сил работать, не покладая камеры, нужны тренировки. Место для спортивных баталий импровизированный спортзал. Силу воли и мышцы долго тренировать некогда. Пора в новый творческий бой. Андрей, забирай уже с раздольной Аню и Эдика. А тут у нас еще я. Вов, 14.30, Манеж с Олегом. Хорошо. Давай быстрее. Планов и задач у нас множество, и мы постараемся все их воплотить в жизнь. Коллеги из Экспресс-радио обещали помочь. Сегодня 21 ноября, друзья, мы отвечаем День телевидения. Что скажете по этому поводу? Нет, подожди, можно я скажу? Давай. Дело в том, что мы появились раньше, радио. Вот так вот. Попов нас изобрел. Вот. Но вы большие молодцы. Друзья, без вас никуда. Вы наши. Вы наши все. Потому что все видят вас, а слышат, ну, нас. Но вас большинство почему-то. Странно? С праздником, семья. Мы бы не были такой большой, дружной семьей и не назывались бы таким громким словом медиахолдинг, если бы не помогали друг другу. Мы дарим вам наши голоса, ну, а вы дарите нам ваши прекрасные, светлые, замечательные лица. Процветание нашему каналу. Дорогие наши зрители, первообластного и коллеги по цеху, от всей души поздравляем вас с нашим профессиональным праздником. Уже давно нельзя представить нашу жизнь без телевизора. Он вошел в наши дома, умы и сердца. Он позволяет нам быть в курсе событий политики, экономики, культуры, спорта. Телевизионщики становятся нашими собеседниками. С ними мы спорим, соглашаемся, ругаем, спрашиваем погоду, узнаем новости, проводим вечера напролет и смотрим. То, что мы видим на экранах каждый день, это результат труда коллективов, единомышленников, журналистов, операторов, монтажеров, редакторов, ведущих, всех тех, кто находится в кадре и за кадром. На телевидении действительно царит особая атмосфера, творческая, интересная, кипучая, и при этом важно понимать свою ответственность за каждый кадр и каждое сказанное слово. Перед вами наш преданный зритель. Коллегам желаем дальнейших успехов, интересных тем, ярких сюжетов, здоровья, благополучия и маленьких радостей каждый день. Наталья Пехтерева, Павел Джумабаев и все-все-все. Телеканал Первый областной. На этом все. Интересные новости сообщайте нам по телефонным редакциям 76 1028 и 508 088. И не забывайте, что свежие выпуски новостей вы можете услышать на частоте 104FM на волнах экспресс-радио Орел. В студии был Ростислав Белык. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Развлекательный комплекс Болховского завода полупроводниковых приборов приглашает провести предновогодние и новогодние корпоративные вечера. Зал торжеств на 300 мест, изумрудный зал на 100 мест, египетский зал на 50 мест, ВИАПИ-кабинеты, домашняя кухня, оригинальные блюда, выпечка собственного производства, погребок купцов голубиных с баней и бильярдом. Насладись полной мере атмосферы праздника. Город Болков, улица Ленина, дом 18. Звоните 8-953-819-19-19. Хозяйки бывают разные, гостеприимные и просто прекрасные, но всем одинаково хочется с посудою заморочиться. А в супермаркете порядок сервис-столовый Даникс всего 1449, бокалы бестро 229,90, а набор нержавеющей посуды 899 рублей. Супермаркет порядок. Сравните наши цены. Весь ноябрь в Инвитракция. Лабораторная диагностика щитовидной железы всего за 299 рублей. Предложение действует в Орле, Мценске и Ливнах. Подробности по телефону. Санаторий Лесной проводит акцию Спешите приобрести путевку на 12 дней всего за 15600 рублей. Телефон 33-00-32. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. По области в погоде наступит стабильность. Никаких резких скачков температур и осадков. Далее более подробный прогноз. Генеральный партнер программы сеть магазинов профкосмо. В любом магазине сети вы можете приобрести дисконтную карту. Это ваш пропуск в мир профессионального качества, широкого ассортимента постоянных новинок, макияжа, ногтевой индустрии и ухода за волосами. Условия получения карты у продавцов консультантов. И вернемся к подробному прогнозу. 22 ноября вам ценски солнечно, осадков не ожидается. Столбики термометра покажут днем минус 2, ночи температура не более минус 5. В Ливнах тоже день обещают быть солнечным и никаких осадков. Днем минус 2, ночью минус 5. В Болхове без осадков и солнечно 2 с минусом. К ночи похолодает до минус 5. В Орле погода как и в целом по области минус 2, ясно и без осадков. Ночью около 5 градусов мороза. Ветер южный 4,6 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Вот такой прогноз погоды ждет нас во вторник. Смотрите Первый областной. Наши партнеры новый салон штор Павлин. Более тысячи видов тканей для штор в наличии. Город Орел, улица Горького, 27. Православный магазин Провода. Город Орел, Горького, 39. Одежда ведущей предоставлена салоном женской одежды Папилио, торговый центр Водолей, третий этаж. Всего вам доброго и хорошего настроения. Увидимся! Добро пожаловать на территорию Провкосмо. Профессиональная косметика и аксессуары для волос и ногтей от российских и зарубежных производителей для самых требовательных покупателей. И самое главное для вас уникальные рецепты красоты от лучших специалистов. Каждый рецепт это индивидуальная рекомендация по подбору средств, которые подходят именно вам. Вы получите ответы на любые вопросы об уходе, восстановлении и укреплении ваших волос и ногтей. Провкосмо. Красота профессионально. Новый салон «Штор Павлин». Более тысячи видов тканей для штор в наличии, а также ткани для покрывал, мебельных чехлов, скатертей, шторные аксессуары и подарочные сертификаты к любому празднику. Улица Горького, 27. Приглашаем вас посетить православный магазин «Провода», расположенный в районе городского парка по адресу Горького, 39. Широкий ассортимент товаров для церемоний и обрядов, православная литература и многое другое. Вырученные средства идут на строительство храма Срединья Господня в поселке Вятский Посад Орловского района.